Последние несколько лет в Бийске пытаются внедрить раздельный сбор мусора. У некоторых это даже получается. Но все же большая часть горожан ненужные вещи выбрасывают. Хотя кому-то они могут пригодиться. Именно поэтому инициативные жительницы Наукограда запустили проект по обмену вещей «Добробийск». Можно принести не только вещи детские, взрослые вещи, мужские вещи, но можно принести также предметы обихода. То есть уже ненужное, но в хорошем состоянии посуда, например, книги, детские игрушки, обувь также можно принести. То есть абсолютно все. То, что еще является в хорошем состоянии. Мы организуем такой круговорот вещей в природе. Акция проходит уже в седьмой раз. Любой желающий может совершенно бесплатно взять необходимые вещи для детей и взрослых. Организаторы убедились, людям это необходимо. Так, последнюю акцию посетили больше двухсот человек. После акции, конечно же, остается часть вещей. Все их мы сортируем. И детские вещи, и женские вещи мы отвозим в Центр поддержки детства и материнства. Покров. Вещи мужские и взрослые, которые, там, теплые, может быть, вещи. Мы передаем людям без определенного места жительства. Те вещи, которые, к сожалению, непригодны по каким-то причинам использовать, ну, по прямому назначению, мы передаем в Центры поддержки бездомных животных. Кроме того, активисты развивают новое направление – сбор вторсырья. Я целый год копила эти батарейки и просто не знала, куда их отвезти. Если ваша душа созрела для сбора вторсырья, вам вар в пространство календарь. Здесь все заберут, отсортируют, в общем, позаботятся о нашей планете. И таких контейнеров в Бийске становится больше. Устанавливает их Евгений Малков. Он выиграл федеральный грант. И, как отмечает бийчанин, который борется за экологию, горожане активно несут стеклянные и пластиковые бутылки, а также бумагу. И главное – все чистое. В процессе работы мы хотим вообще заполонить весь город Бийск этими контейнерами. Также я занимаюсь, допустим, вывозом вторсырья, это с квартир. То есть люди находят контакт, кто-то кому-то там передает сарафанное радио. И все, они мне звонят, накопили, допустим, там два-три мешка, четыре мусора. Все, они мне позвонили, адрес сказали. В удобное время для них я приезжаю, забираю. Это все бесплатно вывозится. Многие бийчане переживают, что вторсырье утилизируют на городском полигоне. Однако это не так. Отсортированный мусор увозят на переработку в Барнаул и Новосибирск. Часть обрабатывают у нас в Бийске. Уменьшить количество мусора помогает на мастер-классах. Экосумки – это хорошая замена пластику. И у каждого есть возможность сделать себе стильный, экологичный аксессуар, который будет действительно таким эксклюзивным. Активисты отмечают, работа предстоит титаническая. Но главное, первые важные шаги в этом направлении уже сделаны. Люди поняли, насколько важно и нужно сортировать мусор. Очередная акция «Добробийск» состоится в субботу 20 февраля с 11 до 14 часов. Ксения Цапко, Андрей Сегаев, Иван Зяблицкий. Будни.